На третьей очередной сессии собрания был рассмотрен ряд важных вопросов. Первый из них обсуждался довольно бурно. С 2019 года действие налога на имущество, который до этого исчислялся только на очень крупные торговые площади, будет начисляться абсолютно всем предпринимателям, независимо от площади, маленький ли магазин или большой торговый центр. Это федеральное изменение правил, при этом в АХЕ установлен максимальный налог для бизнеса в размере 2%. Правда, его до этого дня никому не начисляли. Администрация вышла с инициативой снизить ставку налога до 1,3%. Эта ставка принесет в бюджет 10 миллионов рублей и при этом на 5 миллионов даст послабление владельцам торговых помещений. Однако ряд депутатов, в основном от КПРФ, начали предлагать разные другие варианты. 0,1%, 1%, но все эти предложения не были подкреплены расчетами, к сожалению. На следующий день топлива у Арефио на заправке, смотрите, 60 и на 2 рубля подкрутили. Это при всем том, что председатель предприниматель сказал, что ни на копейку никто не поднимет. Мы не должны давать повод, мы повод не должны давать. И никто потом не проверит. В итоге на голосование большинство депутатов проголосовало против утверждения ставки в 1,3%. Таким образом, оставили для предпринимателей действующую ставку в 2% от кадастровой стоимости. Начислять налог начнут в 2019 году, платить надо будет в 2020. О готовности города к отопительному периоду проинформировал депутатов на сессии глава округа Сергей Гусев. Если кратко, то АХ полностью готова к зиме, паспорта готовности получены, все системы работают. Заслушали народные избранники информацию по борьбе с парковкой на газонах и по бродячим коровам. Если в первом случае жителям рекомендуют фотографировать машину нарушителя и отдавать фотографии в административную комиссию в мэрии, то с коровами ситуация сложнее. Они не подпадают под областной административный кодекс. Но оказывается, есть возможность для штрафов по линии федерального кодекса. Этот вопрос будет проработан в течение двух месяцев и в январе депутатам доложат о механизме борьбы с хозяевами бродячих коров. В завершении сессии депутаты единогласно приняли обращение к зампреду президента в Дальневосточном федеральном облоге Юрию Трутневу, руководителю нефтяной компании «Роснефть» Игорю Сечину и в Комитет Госдумы по северам. Поводом для обращения стало фактическое сокращение работников института «Сахалин-Непи-Морнефть-Вахе». В связи с переводом их в Южно-Сахалинск. Условия этого перевода такие, что люди вынуждены отказываться и увольняться. Кроме того, затруднули в обращении и вопрос возвращения аппарата управления «Сахалин-Морнефтегаза» в АХУ. В 1999 году он был переведен в Южно-Сахалинск, где нет нефтегазопромыслов и структурных подразделений данного предприятия. В целях прекращения сокращения численности работников нефтегазодобывающей отрасли в городском округе Ахинский, убедительно просим вас принять соответствующее решение о возвращении аппарата управления общества «Сахалин-Морнефтегаз» в АХУ. Для дальнейшей работы по управлению и развитию нефтегазопромыслов непосредственно на местах добычи нефти и газа, пишут ахинские депутаты.